МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как встретишь, так и проведешь. В Клиаратинском районе отметили праздник первой борозды, знаменующий начало весенних полевых работ. Так установил создатель. Книгу по таким названиям презентовали в Махачкале. В ней раскрывается 11 законов Всевышнего с точки зрения религии и психологии. Упорные поединки, крики с трибун и в итоге целая россыпь наград. Триумфом хозяев октагона завершился чемпионат России по спортивному микс-файпу. Накануне вечером в редукторном поселке Махачкалы произошла драка с участием группы подростков. Видео с места инцидента тут же разлетелось в социальных сетях. Прибывший наряд полиции задержал трех участников потасовки и доставил их в ленинский отдел для дальнейшего разбирательства. На вопросы стража порядка один из подростков ответил. Что делали сегодня 25.04.2004 по адресу Лаптево, 55, Росе 9 школы? Стоит в социальных сетях. Во сколько это было? Примерно где-то 8 часов. Как часто собираетесь? Ну, где-то раз в неделю. А для чего собираетесь? Просто пообщаться, ничего лишнего. Бывали драка? Нет. А почему бегал от сотрудников полиции? Ну, все начали убегать и отхожу. Бежал. Ну, когда нас в машину посадили, мы спрашивали, типа, за что? Нам сказали, мол, массовая драка. Ну, мы удивились. Махачкала драка не было. В настоящее время полицейские разбираются в причинах инцидента. Они беседуют с родителями мальчиков и с руководством школы. Число подозреваемых по делу энергетиков в Дагестане возросло до 36. Советский районный суд Махачкала арестовал еще пятерых фигурантов. Об этом сообщает руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева. Всех отправили под стражу на два месяца. До этого сообщалось о задержании 10 руководителей структурных подразделений ПАО «Россети» Северный Кавказ Дагенерго. Согласно материалам с 2010 по 2021 годы, обвиняемые в составе организованной группы похитили не менее 2,8 млрд рублей. По данным МВД, злоумышленники допустили нарушение при создании в республике комплексной системы учета электроэнергии. Абонентам должны были установить счетчики для передачи данных о потребляемых ресурсах, но проект так и не был реализован. 47 новых автомобилей отправлены в медучреждения городов и районов Дагестана. Санитарный транспорт был закуплен по региональной программе развития здравоохранения. Легковые машины предназначены для доставки пациентов и для перевозки биологических материалов и лекарств. Также для оказания палеоативной помощи получены два автомобиля. Они отправились в Хасаюртовскую и Буйнахскую центральные больницы. Всего в этом году Минздравом закуплено около 160 единиц транспорта. На эти цели республикой при поддержке федерального центра направлено 178 млн рублей. И к другим темам. День Первой Борозды отметили в Тляротинском районе. Он является одним из самых веселых и массовых национальных праздников с играми и гуляниями. Знаменует начало полевых работ и открывает сельскохозяйственный сезон. Жители села встречают радостные события с большим размахом и соблюдением старинных обрядов. Побывали на красочном мероприятии наши корреспонденты. Салья Магомедова продолжит. Праздник Первой Борозды символизирует собой начало полевых работ. К ним жители Тляротинского района приступают позже остальных в Дагестане из-за сурового климата. Если приглядеться, здесь местами все еще лежит снег. Но весна потихонечку вступила в свои права, а это значит, что старинной традицией горцев быть. Под пристальным взглядом своих односельчан друженик в Тляроте впервые вспахал землю, прикрепив к лошади деревянный плуг. Самый главный обряд позади. Пришла пора массовых гуляний. Мы решили ответить, потому что в первую очередь для того, чтобы подрастающие поколения об этом знали, чем занимались наши предики. Несмотря на то, что в «Спашка земель» сейчас больше занятий для взрослых, в центре их праздника все же дети. Для них организовали множество спортивных соревнований. Но самые яркие эмоции ребятишкам принесли прыжки в мешках. А это уже перекладина, на которой восьмилетний Шамиль подтянулся 13 раз. Он успел и в состязаниях поучаствовать, и, несмотря на свой юный возраст, по достоинству оценить происходящее. Очень нравится такие. Я рад этим мероприятиям. Конечно, развлечений хватало и для взрослых, но и тут мастер-классы им давали младшие. К примеру, в перетягивании каната. Еще одной изюминкой мероприятия стало угощение национальными блюдами. Ароматный плов для собравшихся приготовила тетя Урижат, как ее называют сельчане. У нас чистое горное мясо, горный чебрец, тьмин, то, что добавляем в наши горные травы, чистый воздух горный, чистая речка горная. Вот чем, наверное, отличается горный тляротинский плов. Местные говорят, такие праздники объединяют людей. Но, что не менее важно, они прививают к подрастающим поколению уважение к ремеслу старших. Салия Магомедова, Магомед Магомедов, Мурат Бикбарзов. Новости ННТ. Тляротинский район. Так установил создатель. Авторскую книгу Мухаммада Расула Гимбатова с таким названием сегодня презентовали в Махачкале. Она отвечает на множество вопросов, которые ежедневно волнуют каждого человека. Автор труда на доступном языке с точки зрения религии и психологии раскрывает 11 законов Всевышнего. Книга призвана помочь каждой личности понять, как устроен этот мир и почему происходят те или иные явления. Когда прочитал книгу Рамадана Будь и Минсуна Нилайфи Ибадихи, я понял, что есть целый пласт таких законов, которые Всевышний в Коране про это сказал, упомянул. И целью была раскрыть как раз таки в книге все эти законы, чтобы мы понимали мир, в котором мы живем. Ознакомиться с оглавлением и уже могу подметить для себя то, что есть определенные взгляды на ислам с другого ракурса, которые позволяют раскрыть ее глубинные ценности, основы всех созданий, которые на земле есть. И я раньше тоже Махаммад Расула слушал лекции, и мне этот взгляд очень помог, и хочу уже поближе с этим взглядом ознакомиться посредством этой книги. Она рассчитана на широкий круг читателей, и уже можно приобрести ее в книжных магазинах города. Отметим, автор является известным российским проповедником и теологом, который на данный момент также занимает должность сотрудника отдела просвещения при Мафтияти Дагестана. Популяризация традиционных духовно-нравственных ценностей стала главной темой учебной методической сессии. Мероприятие проходит в эти дни в Дагестанском государственном университете. Его участники, педагоги и аналитики из всех регионов России делятся идеями о том, как противодействовать диструктивному контенту в информационном пространстве. Это та база, на основании которой мы реализуем воспитание нашего подрастающего поколения. Как сказал Сергей Михалков, сегодня дети, завтра народ. То есть в наших руках как раз-таки будущее нашего государства. В Дагестанском государственном университете, мне кажется, очень позитивная молодежная среда. Они восприимчивы. Мы очень дружим с Координационным центром Дагестанского государственного университета. И мы знаем, какие большие интересные проекты реализуют. Работу Координационного центра Дагестанского государственного университета и в целом их мероприятия, которые включают и учебную сессию в этот раз, всегда оценивается высоко. Магомед Исупович фантастически проводит. Много полезного дает. Как коллегам, так и коллегам дагестанским, так и коллегам из других регионов. Всегда интересно. Магомед Исупович, наверное, максимально тот человек, который максимум ездит по стране и рассказывает, и делится своими практиками. Его всегда интересно. Мы приглашаем его в Санкт-Петербург и постоянно в других регионах нашей страны. Поэтому все, что он проводит, тем более у себя, это фантастика, интересная и максимально полезная. И к новостям спорта. Упорные поединки, крики с трибун и нервы на пределе. Таким стал чемпионат России по спортивному микс-файту. Турнир с участием бойцов из 30 регионов страны в Каспийске завершился триумфом. Хозяев октагона завоевана целая россыпь наград. Тему продолжит Курбан Рагимов. Динамика, креативность и зрелищность – это спортивный микс-файт. В ярких по накалу поединках преимущество с каждой новой атакой переходит от одного бойца к другому. Накал боя смягчает только гонг и окрик судей. Стоп! Время поединка! Звание чемпиона России во дворце спорта имени Али Алиева спаривают дети, юноши, юниоры и взрослые из разных уголков страны. Свои составы привезли команды из 30 регионов. Они разыгрывают 67 комплектов наград и другие ценные призы. Готовились, честно говоря, очень усердно. Почему? Потому что хотелось на высшем уровне все сделать. Масштабный турнир впервые провожу и впервые у нас проходит чемпионат России по спортивному микс-файту. Поэтому хотелось бы, чтобы всем все понравилось. С самого начала турнира бойцы показывают всю красоту своего вида спорта. Путь к золоту соревнований боец из Астрахани Владимир Рыжин начал с победы над соперником из Чечни. В Каспийске он намерен подтвердить свой класс после победы в начале года на первенстве мира в Египте. На первенстве России по микс-файту я уже второй раз. Это второй, в прошлом году я вторым стал, а в этот раз постараюсь первым стать. Как нам тренер говорит про соревнования, я ни одни соревнования не пропускаю, сразу везде еду. Тренирую себя 7 раз в неделю. То есть, ну, тренировки у нас тоже хорошие, прям упор большой есть. Я хочу до конца в спорте, вот прям до самого тала, даже как чемпион, вот сейчас на плакате, который сидит, Исламу Хачеву тоже. Хочу прям, ну, даже в профессиональных поединках участвовать. Вот на мировых турнирах, вот прям до тала хочу. Для многих приезд на чемпионат России – это не только возможность проверить себя в поединках с сильными соперниками, но и хороший повод побывать в солнечном Дагестане, на родине лучших бойцов планеты. Во-первых, город очень красивый, люди гостеприимные, организаторы просто молодцы. Вот такой масштаб сделали соревнований, такой наградной материал богатый. Место само, ну, мы в восторге просто, мы благодарны, мы рады, вот очень круто все. В этих соревнованиях мы просто не могли упустить возможность не участвовать, потому что уровень очень высокий и опыт, просто колоссальный опыт для ребят. Это очень важно для них. А сколько вы привезли туда? С нашего города 29 человек, 29 спортсменов приехало с Астрахани. Первый раз в Дагестане здесь, ну, как сказать, турнир отличный, организация тоже отличная, на высшем уровне. Ну, далеко, с Якутии, до Москвы 7 часов летели, потом с Москвы до Дагестана 3 часа. Ну, здесь вообще жарко, у нас в Якутии еще даже снег не растаял, здесь лето вообще. Ну, конечно, во-первых, это соревновательный опыт, да, и тем более после таких турниров, как в Дагестане, они, наверное, еще больше будут себя уверены, тем более, если они в финал вышли. Сейчас, если, дай бог, наши выиграют, да, вот нас, как герои, будут встречать в Якутии. Главные соревнования сезона Дагестан принимает впервые. Поприветствовать участников и гостей приехало руководство Федерации Миксфайта, представители министерств и ведомств, депутаты и титулованные спортсмены. Зрители увидели поединки на любой вкус, зрелище в стойке, больвы и удушающие приемы. Победы, добытые в таких упорных боях, станут для молодежи трамплином в большой спорт. Вообще сама атмосфера, она дает опыт определенный ребятам, который им потом бывает необходим на уже соревнованиях другого уровня, то есть где соперники может быть покрепче. Приятно здесь быть, видеть эту организацию, во-первых, видеть, как ребята выкладываются, видеть, как болельщики болеют, то есть все супер. Смотрим, наслаждаемся этим видом спорта, красивый вид спорта, мужественный вид спорта. И много наших ребят, много молодежи на сегодняшний день увлекаются и занимаются, и ходят, посещают секцию единоборств, именно ММА. Но это хорошо, я считаю, потому что пускай ребята будут здесь, в залах, под нашим присмотром. По итогам двух дней турнира бойцы из Дагестана были вне конкуренции. Хозяева «Октагона» завоевали 38 наград высшей пробы из 67 возможных. Второе и третье место в общем зачете у команды из Чеченской республики и Астраханской области. По результатам соревнований тренерский штаб сборной России сформирует состав для участия в первенстве и чемпионате мира, которые пройдут в августе в Индонезии. Курбан Рагимов, Нурмагмед Магомедов, телеканал ННТ, Каспийск. На этом я с вами прощаюсь. Для вас в студии работала была Ахмедова. Смотрите нас также в социальных сетях. Хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова